Сосудистая анатомия Сосудистая анатомия Сосудистая анатомия Сосудистая анатомия с объемом и контрастным препаратом и выполнить исследования во все фазы последовательные, в которые будут видны артерии, потом портальные сосуды и печеночные вены. В дальнейшем можно сделать различные реконструкции для того, чтобы лучше визуализировать сосуды. Это МИП или ВРТ. И начну я свой доклад с сосудистой анатомии именно артерий. Но подробно останавливаться я не буду на анатомии целиакомензатериального бассейна, потому что этому будут посвящены также в других докладах моих коллег сообщения. И расскажу только про именно печеночные артерии. Каждый третий пациент, который встретится у нас, он будет иметь какую-то вариантную анатомию. И обязательно нужно обращать на это внимание и описывать в своем протоколе. Типичная анатомия печеночных артерий – это отхождение общепеченочное от черевного ствола, которое в последующем делится на левую и правую ветви. И вариантов анатомии на самом деле очень много. И нужно обращать внимание, откуда именно отходит правая ветвь печеночной артерии, откуда левая. Как у этого пациента, представленного на слайде, у него отдельно правая и отдельно левая печеночные артерии отходят от черевного ствола. Или, например, как у этого пациента, достаточно часто встречается в практике у этих пациентов, что пациент имеет различные добавочные или замещающие левую или правую печеночные артерии. У пациента видно, что есть замещающая левая печеночная артерия, которая отходит от левой желудочной артерии, и замещающая правая печеночная артерия, которая отходит от верхней брожечной артерии. Помимо этого, помимо описания отхождения правой и левой печеночных артерий, необходимо определить точку, откуда берет начало артерия четвертого сегмента, или иногда ее еще называют средняя печеночная артерия, и она может отходить как от левой, так от правой печеночной артерии, так и от общепеченочной. Как у этого пациента, артерия четвертого сегмента отходит от общепеченочной артерии, или у этого пациента артерия четвертого сегмента отходит от правой печеночной артерии. И это важно, когда пациенту планируется выполнение правосторонней гемогипотектомии, чтобы эта артерия была обязательно сохранена и заключить в последующем ишемию левой доли печени после операции. Вариантов анатомии воротной вены намного меньше. И есть различные классификации. Самая известная классификация Накамура. Воротная вена делится на правую и левую ветви, а правая ветвь в свою очередь делится на переднюю и заднюю. Более подробно описаны варианты анатомии именно правой воротной вены. Это связано с тем, что авторы, которые предлагали различные классификации, они изучали эту анатомию в момент трансплантации доли органа от живого донора. И поэтому правая доля печени чаще является донорской, и поэтому именно варианты анатомии правой артерии лучше всего описаны. Я просто пролистала. Есть различные варианты отхождения передней и задней ветвей. Они могут отходить как непосредственно сразу от воротной вены основного ствола, формируя триаду левая, передняя и задняя ветви. Также передняя ветвей могут отходить от левой воротной вены либо иметь какой-то рассыпной тип строения. Этого пациента трифуркация, когда сразу от ствола воротной вены отходят три вены левая, передняя и задняя ветки. Левая воротная вена делится сначала на умбеликальную и ветвь второго сегмента, а в дальнейшем умбеликальная вена разделится на вены четвертого и третьего сегмента. И очень важно это оценивать при планировании операции на левой доле, когда очаги расположены, например, в четвертом, третьем и втором сегменте, что будет важно для хирургов, местом, где будет выполнена перевязка этой вены. Также имеет значение описывать место ветвления воротной вены. Зачастую воротная вена имеет два участка, сначала интерпечёночный и второй внутрепечёночный. И иногда бывает открытый тип, когда ветвение происходит вне паранхимы, и это очень удобно при перевязке во время выполнения гипотектомии. Анатомия печёночных вен тоже менее вариабельная. И она имеет, как мы знаем, эти вены есть левая, средняя и правая печёночные вены. И между ними проходят умбеликально-фессоральная вена и передняя фессоральная вены, знания и визуализация которых важна иногда для хирургов при выполнении расширенных гемогипотектомий. Умбеликально-фессоральная вена забирает кровь от третьего и четвёртого сегментов, и она очень хорошо визуализируется интероперационной и иногда является ориентиром для хирургов. В 95% случаев это типичное отхождение левой, и когда левая и средняя печёночные вены впадают одним стволом в нижнюю полую вену. И в редких случаях встречаются различные вариации. Также нужно помнить, что есть не только верхние вот эти три вены главные, но и есть и группа нижних правых печёночных вен. Обычно их от двух до шести, и они бывают разные по диаметру, и иногда помогают хирургам в планировании различных сегментоктомий. После того, как мы визуализировали нормальную анатомию и указали различные варианты строения сосудов печени, нужно оценить сосудистую инвазию и распространённость опухолевого процесса. Для хирурга будет важным оценить, где расположена опухоль в пределах одного анатомической доли или в одного сектора или сегмента, так как у этого пациента опухоль расположена на границе седьмого и восьмого сегмента, то есть это уже два сектора, и есть инвазия правой печёночной вены. Или, как у этого пациента, опухоль располагается в одном сегменте. Также необходимо указать, есть ли распространение опухоли на контрлатеральную долю, от чего будет зависеть, соответственно, возможность выполненной операции. Ну и, конечно же, самое печальное, когда опухоль расположена в центральных отделах и захватывает в свой опухолевый процесс все центральные сосуды и печёночные вены, и все три печёночные вены, и обе воротные вены, и главный ствол воротной вены. Пациент – кандидат на химиолочевую терапию. И очень важно описывать и ворота печени, в которых проходят сосуды. И вот как у пациента рак желчного пузыря, но в воротах расположены конгломерат лимфатических узлов, которые вызывают инвазию как общепечёночной артерии, так и воротные вены. Есть предложена единая терминология названий операций по секторам в зависимости от сегментарного стареяния печени. И, зная эту терминологию, необходимо указывать, в каком секторе или сегменте расположена опухоль, чтобы в дальнейшем хирург мог планировать ту или иную операцию. Но сейчас в современной гипотологии есть тенденция к выполнению различных паранхемосберегающих операций для того, чтобы был минимальный отступ к краю резекции и при этом максимально сохранить здоровую паранхему печени. И здесь на этом примере указано, что когда есть небольшие образования, но при этом есть инвазия средней печёночной вены какого-то у пациента, и при этом, возможно, у этого пациента есть срос печени, и при этом необходимо сохранить достаточно большой объём остаточной паранхемы печени, чтобы не было развития послеоперационной и посредиционной печёночной недостаточности. И в данном случае пациенту возможно было выполнение бисегментоктомии третьего-четвёртого сегмента с сохранением дистальной части средней печёночной вены. Или, как я уже говорила, при наличии хороших сформированных нижних правых печёночных вен, можно выполнение бисегментоктомии верхних отделов правой доли печени, а не правосторонней гипотоктомии. Также имеют место паранхемозаберегающие атипичные резекции печени, когда выполняется не удаление целого анатомического сегмента, а при периферическом расположении образования можно выполнить атипичную резекцию в пределах здоровых тканей и с максимальным сохранением здоровой паранхемы печени. Также необходимо оценивать сосудистую инвазию пациентов перед химиотерапией. Мы видим, что здесь до начала химиотерапии был распространённый опухолевый процесс на контрлатеральную долю и магистральные сосуды печени. Но после химиотерапии объём опухоли уменьшился. Здесь у пациента есть трифуркация воротной вены, и опухолевый процесс после химиотерапии уменьшился, и есть инвазия только задней ветки воротной вены, и первого сегмента, и частично распространение на нижнюю полую вену. И это позволило выполнить пациенту расширенную гемогипотектомию с резекцией персегмента и с резекцией реконструкции как нижней полой вены, так и воротной вены. И тоже похожая ситуация, когда опухоль после химиотерапии уменьшается, и есть возможность выполнить R0-резекцию. Помимо оценки анатомии и судистой инвазии, есть ещё необходимость оценки опухолевого тромбоза, ну или тромбоза сосудов, чаще которые встречаются у гепатоцеллюлярного рака. Где-то в 40% случаев первичный ГЦР выявленный, он будет сопровождаться опухолевым тромбозом. Ну иногда тромбоз бывает не опухолевый, а в результате давления извне, активации гемостатических факторов или на фоне цирроза печени. И это тоже необходимо оценивать, и это будет влиять на тактику дальнейшего введения пациента. Также это в свою очередь будет приводить к различным механизмам компенсаторного формирования как кавернозной трансформации воротной вены, портоковальным анастомозом, который необходимо тоже описывать, и формирование различных фистул, артериопортальных, артериовенозных. При опухолевом тромбозе при ГЦР Чангам была предложена классификация, которая основана на том, на какие вены распространяется тромбоз. И это очень важно для предоперационного планирования, потому что пациенты, например, с первым и вторым типом, когда опухоль распространяется только на сегментарные или одну из долевых воротных вен, то этому пациенту при достаточном объеме контрлатеральной здоровой доли может быть выполнено оперативное вмешательство. И наоборот, когда уже третий или четвертый тип, то операция этому пациенту не будет показана. Как вот у этого пациента, мы видим, что распространяется опухолевый тромб уже на контрлатеральную вену, и третий тип не является показанием для операции. И также опухолевый тромбоз в опеченочных венах может быть, пациент прооперирован, если опухоль распространяется только в опеченочных венах. Но если опухолевый тромб уже распространяется в нижнюю полую вену и выше диафрагмы, то, к сожалению, этот пациент не может быть прооперирован. И еще хотелось бы рассказать про претекст, потому что в нашем центре следуются диеты с гептобластомой. И именно сосудистая инвазия, которую мы должны описывать в своем протоколе, она будет непосредственно указывать на риски заболевания. И нужно описывать инвазию печеночных вен. И причем, если все три печеночные вены или нижняя полая вена поражены, то это уже будет В3 и высокий риск. И когда обе воротные вены или главные воротные вены будут поражены, то это тоже высокий риск. И как на примере этого пациента, когда гептобластома настолько большая, здесь уже претекст-3, и здесь есть инвазия нижней полой вены и обеих воротных вен. И после химиотерапии был получен хороший частичный ответ, когда мы видим, что опухоль уменьшилась, и пациент стал в другую стадию посттекст и был успешно прооперирован. И еще хотелось сказать, что помимо оценки сосудистой инвазии, нужно понимать, что при различных резекциях печени нужно знать о том, какой объем остаточной здоровой паранхемы нужно оставить для того, чтобы не было печеночной недостаточности. И для этого можно подсчитать этот объем. И считается, что лучше иметь более 30% у здоровой паранхемы печени и больше 40% у пациентов с циррозом печени. Вот у этого пациента, если подсчитать на фоне цирроза, если подсчитать остаточный объем, предполагаемый остаточной паранхемы, то он будет достаточно большим, что позволит хирургам выполнить правостороннюю гемогепатоктомию. Ну и в завершение хочется сказать, что наша работа является коллегиальной, и работая в команде с хирургами, химиотерапевтами и интернационными хирургами, мы приходим к какому-то общему мнению, получаем друг от друга дополнительные знания и также учимся на ошибках друг друга. И тогда формируется какое-то заключение специалистов-рентгенологов, соответствующее пожеланиям наших коллег.